Ну вот, в связи с не на шутку, разыгравшись весной, пора обратить внимание на северные страны. Сегодня мы готовим суп, финский суп, который мы назовем суп лаперантский, потому что я единственное, что могу произнести из богатого финского языка, это слово лаперанто. Есть такое место в Финляндии. И мы смотрим на ингредиенты, которые нам сегодня понадобятся. Безусловно, это должна быть рыбка форель, сливочки, помидорчики, из дружеской Болгарии их там прислали перцы. Ну и, конечно, какой же суп, темпераментный финский суп без итальянских каперсов. И, конечно же, немножечко мы возьмем еще и морских гадов, для того, чтобы подчеркнуть пикантность этого вкуса. Итак, зима прошла, в Финляндии наступает лето, лето должно быть безумно жарким и терпким, несмотря на финские приторможенности. И суп, соответственно, тоже должен быть прекрасным и острым на вкус и вот так далее. Ну и немножко, конечно, бокальчик ламбруски. Так, слегка для температуры. Итак, первым действием у нас рыбка разделана. Она аккуратно разрезана, кусочек, хвост удален, значит, голова всему, голова осталась. Она нам пригодится для того, чтобы ее знания выбрались во вкус супа. Она помнит прекрасные ручьи, она помнит прекрасную воду. И этот все перейдет в вкус супа, который будет так же прекрасен, как серебристые ручки Финляндии. Так, голову обязательно надо положить. Итак, рыба разделана, мы приступаем к следующим действиям. Уже подготовлены водички, мы будем укладывать кусочки рыбы в водичку. Не забудем голову, она нужна для навара, для того, чтобы придать некую, вот так сказать, вкусность нашему будущему супу. И мы добавляем специи, тут уже плавает лучок, лавровый лист. Вот, все это ставится на огонь и будет вариться до определенной стадии, когда мы будем добавлять сюда дополнительные ингредиенты. Так, закрываем крышечку и ждем, ждем. Так, бульон пора процеживать, он уже доварился. Сейчас мы будем это делать и добавим туда необходимые коренья. Мелко порезанную картошечку, каперсы, чесночок, лучок, регисочку. На очереди стоит плавленый сыр, это чуть позже. И морепродукты, которые тоже будет необходимо добавить уже по вкусу. Но перед этим мы должны процедить бульон. После того, как мы процедили бульончик, золотой бульон выливается в кастрюльку для дальнейшего процесса приготовления. Сюда будет добавляться то, что мы рассказывали раньше, различные коренья. Мелко-мелко порезанная картошечка. Сейчас она впитает прекрасный золотой вкус бульона. Сюда же сейчас пойдет мелко порезанный чесночок, каперсы, морковка, лучок, имбирь. Все, теперь все помещается. И сверху все это накроем морепродуктами, которые уже мы приобрели заранее, которые уже сейчас оттаяли. Но, к сожалению, у нас рядом моря нет. Мы все-таки находимся на средней полосе. Но, тем не менее, развитие холодильной техники позволяет нам, по-моему, этими прекрасными творениями природы, вкусить их, что называется, вкус. Вот, теперь все это будет дальше вариться. А мы посмотрим вот сюда. Здесь сложено мясо, которое будет разделано аккуратненько, для того, чтобы в дальнейшем оно было помещено в суп и придало ему дополнительный вкус. Ну что ж, продолжаем. Время идет. Плита варит. Настал момент, когда нам нужно внести дополнительное зелье. Вот прекрасный манитюрмортик из помидорчиков, перчиков, каких-то приправок, зеленого лучка и так далее. Мы помещаем в кастрюльку. Все это великолепие теперь будет находиться у нас внутри. Убираем тарелочку. И, так сказать, следующим этапом мы укладываем заранее зачищенное, очищенное мясо. Вот, мясо рыбы, мясо форели, которое уже сослужило нам неплохую службу, когда мы изготавливали бульон. Голову, к сожалению, пришлось, естественно, уже выбросить. Так, и, наконец-то, основа наших основ, это плавленый сыр. Собственно, то, что придаст супу окончательную пикантность и вкус. Вот так плавленый сырок помещается в кастрюльку. И, как последнюю точку, вносится немножечко сливок. Молоко и сливки – прекрасное сочетание. Рыба, молоко и сливки – еще более прекрасное сочетание. Продолжаем процесс варки. Оставайтесь с нами, ждите окончания процесса. Ну что ж, все хорошее когда-то и заканчивается. Вернее, все хорошее когда-то начинается. Наш суп сварился. И теперь его надо выложить аккуратненько в тарелочку и приготовиться вкусить. Не буду повторяться, что, к сожалению, видео не передает запах. Это действительно, к сожалению. Ну, возможно, в дальнейшем технологии шагнут вперед. Что-то здесь и поменяется. Но, я уверен, всегда, вечно будет вкусно. Этот суп лабирантский, который мы готовили сегодня на этой прекрасной плите. И который мы сейчас с огромным удовольствием попробуем. Следите за нашими передачами «Кухня народов Европы и Скандинавии». До будущих встреч!